Мастера Дахадаевского района продолжают развивать навыки предков. Ювелиры освоили для себя новую технику, нанесение узора на поверхность украшения, работу с перегородчатой эмалью. О разновидностях способов изготовления шедевров из серебра, злата и стали расскажет моя коллега Ларьяна Шамхалаева. А как это закрепляется все? Потом фиксируется, а потом появится. Абдулхалик Куртаев ювелирную флотсанку не выпускает из рук с самого детства. Это ремесло в его роду передается по наследству. Отмечает, кубачинские дети пытаются выгравировать узор раньше, чем произносит первое слово. Я, ну можно сказать, что всю жизнь работаю. Почему? Потому что с малых детств, молодец, отец у меня более так, к этому отец обращался добродушно. А матушка всю дорогу старалась, старалась, чтобы обучиться к работе. Для того, чтобы помочь желающим отточить и усовершенствовать навыки, в районе существует школа-основку бачинского искусства. Как ведется, как линии проводятся, как это мы, сосчитание святого, все это преподается до 4-го, до 5-го класса. А потом с 5-го класса уже осложняется тема, и там игра вырока, и монтировка, и шаброка, и дополнительные игры. Все преподается, там и обучают, есть учителя. Растительный черненый узор на кубках и флягах узнают по всему миру. Но пришел момент, когда он стал привычным и не слишком востребованным. Тогда в кубаче освоили наисложнейшую технику – работу с перегородчатой эмалью, которая оказалась более высокооплачиваемой. Однообразие работы тоже неинтересно становилось, поэтому искали что-нибудь другое, посложнее, поинтереснее, чтобы предложить покупателям, клиентам. В данный момент я подгоняю фрагменты орнамента, чтобы затем нанести на нее эмаль. И после недельной и кропотливой работы мы получаем вот такой результат. Супруга Абдулхалика Куртаева говорит, что украшения и сувениры с эмалью завораживают своей изысканностью. Однако совместить разнообразие оттенков наиболее гармонично получается только у женщин. Они не хотят ставить эмаль. Мне говорят, ставьте, пожалуйста. Рассветки не хотим. Рассветки не знаем. Просто я рассветки ставлю и немножко помогаю. Сегодня в ауле есть магазин, где златокузнецы могут реализовать свои изделия. Туристы признаются, что выбрать только одно украшение – дело нелегкое. Я хочу все и сразу. Потому что что-то определенное выбрать, не знаю. Глаза раздвигаются просто. Пока кто-то изготавливает сребряные изделия, другие вышивают золотом по ткани. Почти все кубачинки носят казы. Традиционный головной убор белого цвета. Аксессуар, который селянка с младых ногтей мастерит себе сама. Девушки, женщины занимаются рукоделем. То есть вышивкой, вязанием, также плетением, плетением бахромы. В особые праздники девушки надевают еще и платье из парчи. Также после замужества девушка должна ходить 40 дней в этих парчевых платьях. И также в этих нарядных, красивых, вышитых казах. По соседству с центром ювелирного мастерства находится аула Музги. Ранее жизнь этих сел была тесно связана. Кубачинцы делали ножны и рукоятки для холодного оружия. А музгинцы занимались изготовлением клинков. Несмотря на то, что село Музги опустело, соседнее село Ураги, а вернее два его жителя, переняли искусство изготовления холодного оружия для того, чтобы ремесло продолжало жить. Юсуп Магомедов-фельчер и по совместительству оружейных дел мастер рассказывает, свой первый кинжал сделал 17 лет назад. Признается, ремеслом начал заниматься только ради денег. Старший сын оканчивал школу. Необходимо было устроить его в университет. Год за годом клинок за клинком, и Магомедов понял данное ремесло – его призвание. Особо материальный вопрос не стоит в этом деле. Просто мне вот это уже интересно, что у меня что-то на память для детей осталось. Чтобы где-то у меня кинжал был, кто-то в руки брал этот. Теперь Магомедов делит мастерскую со старшим сыном. Мужчина стал лучшим преподавателем общества знания в Уродинской средней школе. Увидев, как закаляется сталь, решил последовать примеру отца и освоить ремесло оружейника. Мы продолжаем, вот сейчас получается, как семейное у нас дело. Занимаемся мы с отцом, у нас изготовляем холодное оружие. Дальше у нас изготовление в рукоятке ножны у меня занимается брат. И делает он и коробки тоже, чтобы ставить различные шашки, шашечные, кинжальные, коробки на ножи. Ну вот так работаем. Коллекционеры, как правило, стараются приобрести кавказское холодное оружие из дамасской стали. Такой нож, благодаря особым наслоениям, имеет на поверхности характерный узор. Готовится из нескольких марок стали. Здесь есть и нержавеющая сталь, здесь есть от подшипников металл. Есть обычный мягкий металл. Из него делаются пластинки с первого. Каждый металл отдельно пластинки. Эти пластинки режутся на куски, из них делаются пакеты. Там 5-6 пакетов, кусков разных металлсоберов делают пакеты. Варятся в их концов, добавляем вот такой кусок арматуры. И добавляем буру, есть фрошок такой специальный. И вытягиваем, из него делаем пластинку. По словам мастеров, сегодня растет спрос на антиквариат. Обладатели старых кинжалов и клинков пытаются вернуть им первоначальный лоск. Приносит много чего. Последние 2-3 года больше стало реставрацией старинного оружия. Например, можно сказать, 90% могу сделать так, чтобы наводелось бы как под старину, чтобы он выглядел. Люди довольны. Жители Даргинских сел советуют добавить до Хадаевский район в копилку мест, куда следует поехать. Горы, воздух, национальная кухня и народные умельцы оставят яркие впечатления на многие лета. Если есть что-то выбрать, купить, посмотреть, если есть места, где поселиться, заселиться и что посмотреть, люди, соответственно, приезжают и тем самым развивается туризм. Если вы собираете рюкзак в до Хадаевский район, не забудьте посмотреть город-крепость Кала-Курейш и боевую башню Ицари. Лария Анна Шамхалаева, Магомед Зурканаев, телеканал ННТ, Дахадаевский район.